Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный и простое в приготовлении творожный пирог. Все готовится очень быстро, поэтому духовку я сразу включаю разогреваться до 180 градусов. Сначала приготовим творожную начинку. Жирность продуктов не имеет никакого значения. Здесь у меня 400 грамм творога и 200 грамм сметаны. Также можно использовать йогурт. Все даже добавляю 120 грамм сахара, либо по вкусу, 20 грамм любого крахмала, либо можно использовать муку, 2 средних яйца и 2 чайные ложки ванильного сахара. Либо можно использовать ванильный экстракт или хорошую щепотку ванилина. Тщательно все пробиваю блендером до однородного состояния, чтобы не было никаких комочков. Если блендера нет, тогда можете заранее протереть творог через сито, а затем просто перемешать все продукты. Либо сразу покупайте пастообразный творог без крупинок. В итоге должна получиться вот такая нежная творожная масса. А теперь приготовим так называемое тесто, то есть крошку. В миску просеиваем 360 грамм муки и полторы чайные ложки разрыхлителя. Напоминаю, что точный список всех продуктов вы всегда можете найти в описании под видео и в конце каждого видео. Всыпаем 60 грамм сахара, щепотку соли и хорошо все перемешиваем ложкой. Добавляем 150 грамм холодного сливочного масла, которое заранее нужно нарезать на кубики. И теперь перетираем руками до состояния крошки. Старайтесь делать это быстрее, чтобы масло не успевало давить от тепла рук. Также можно все сложить в чашу комбайна и пробить буквально полминутки. Хотя руками тоже получается довольно быстро. Буквально 1-2 минуты и крошка готова. Конечно, однородности добиваться не нужно. Плюс-минус горошинка масла не имеет значения. У меня будет 6 слоев так называемого теста, то есть крошки, и 5 слоев творожной начинки. Поэтому крошку я сразу условно делю на 6 частей. Пирог я буду выпекать в форме 22 см. Донышко застелила пергаментом, а портики ничем не смазывала. Выкладываю одну часть крошки и хорошо распределяю ложкой. На донышко даже можно выложить немного больше крошки, чем на остальные слои. Оставшуюся крошку я уже делю на 5 частей, чтобы получилось примерно одинаково. Конечно, можно взять более широкую форму и сделать меньше слоев. Тогда пирог получится немного ниже. Далее выкладываю 170 г творожной начинки. Затем снова крошка, начинка. И так собираем весь пирог. Если захотите разнообразить рецепт, то можете добавить в прослойку, например, какие-нибудь кусочки фруктов или какие-нибудь ягоды. Они могут быть как свежими, так и замороженными. А еще в крошку можно добавить мак. Отворожную начинку ароматизировать цедрой лимоном и добавить пару ложек лимонного сока. Будет тоже очень вкусно. Также часть муки можно заменить на какао-порошок и получится уже шоколадный пирог. Либо сделать даже, например, зебру. Еще в творожную начинку можно добавить изюм, курагу, чернослив или какие-то другие сухофрукты. А еще настоятельно рекомендую попробовать королевскую ватрушку с фруктами. В описании под видео оставлю ссылку на этот рецепт. Она очень вкусная и буквально тает во рту. Выпекаем пирог в духовке разогретой до 180 градусов, ориентировочно 45 минут. Он должен хорошо приподняться по всему периметру и немного подрумянится. Все рецепты на моем канале в режиме верх-низ, без конвекции. Мой пирожок уже готов. Он равномерно приподнялся по всему периметру и в центре, и по бокам. Проверяем готовность деревянной палочкой. Из центра она должна выходить полностью сухой и чистой. А при нажатии пирог будет хорошо пружинить. Я его оставляю остывать в форме при комнатной температуре. Если хотите, можете приготовить с вечера и потом убрать в холодильник на всю ночь. Мой пирожок уже хорошо остыл. Аккуратно ножом прохожусь по краю формы и снимаю кольцо. После остывания пирог немного осядет. Это вполне нормально, так и должно быть. Аккуратно перекладываем на тарелку и убираем пергамент. Я не могу сказать, что это торт. Также не могу назвать это пирогом. Это какой-то отдельный, необычный и очень вкусный десерт. Ароматная сливочная песочная крошка пропитывается творожной начинкой. Все объединяется и получается действительно просто нереально вкусно. Чтобы понять, насколько, нужно просто пробовать. По сладости тут как раз все умеренно, поэтому я бы не рекомендовала ничего менять. Рецепт простейший. Здесь нет никаких заморских продуктов. Все готовится просто, быстро и результат действительно того стоит. Я бы сказала, что такой пирог по вкусу отдаленно напоминает сочники. Но, конечно, это более интересный вариант и, плюс ко всему, готовится гораздо быстрее. Но для любителей кислинки я все же рекомендую добавить немного каких-нибудь ягод или фруктов. Но и вот в таком простом варианте это очень вкусно. Ваши фотоотчеты я буду, как всегда, ждать в своей группе ВКонтакте или в Инстаграме. Ссылки на все свои соцсети я всегда оставляю в описании под каждым видео. Пришел главный дегустатор. Кто там? Нет. Кто это? Покажи себя. Я. А кто ты? А я подобаю. Ммм. Ммм. Вкусно? Ммм. Дай как попробовать. Ммм. Как такой творожный торт или творожный пирожок? Похоже на свеки. Творожный. Похоже на сырники. И на сочники? И на сочники, да. Ммм. Вот такой кремовый пирожок, правда? Даже тем, кому мне нравится творог, понравится. Даже такое чувство, что как будто здесь коржи и крем. Да, точно. На наполеон похоже. На творожный тесто. Обязательно попробуйте. Надеюсь, что вам такой рецепт тоже понравится, поэтому обязательно готовьте и пробуйте. На сегодня с вами прощаюсь и желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Подписывайтесь. Продолжение следует...